Дети и дорослые рыхтуются до начала нового научного года, до которого остались личные дни. В делу этой справы принимаются и представители органов УЛАДы. Старшиня Аблова Конкама Владимир Дворник уручил портфели першоклассникам, которые являются выхованцами Гомельского городского социально-педагогического центра. Детящий социальный притулок призначен для проживания детей в возрасте от 3 до 18 лет. Сегодня тут находится 40 выхованцев. Четверо, где их все лет останутся першоклассниками. Усяго праздникальки ден, я не пошнусь вучиться в 60-й Гомельской средней школе. Нельзя сказать, что дети не подрыхтованы до учебы. По-перше, яны наведывали подрыхтовчую группу. А по-другое, з ними займалися выховальники притулку. С ними занимаются воспитатели. Готовят, безусловно, в школе. С ними работает психолог наш, работают воспитатели дошкольной группы. Дети очень рады и ждут 1 сентября для того, чтобы отправиться в школу в первый раз. У социальным притулку дети могут находиться до 6 месяцев. Практика свечить. Зараз 60% выхованцев Гомельского городского социально-педагогичного притулку вертаются у биологичные семьи. Яшы, каля 30% – у приемные. Але заусёды им будет потребна допомога дорослых, які повинны зробить усё, каб дети отшували себе обороненными. Областная акция «Зберем портфель першокласснику» закликана не просто допомоги неполнолетним у подрыхтовцы до школы, а лей створысь умовы для их усебакового развития. По этой причине у подарунок притулку – спортивный инвентар. Что тыжаться непосредственно портфеля, то у их школьной сшитки – наборы каляровой паперы, фарбы и пеналы. А еще цацки. Дарослы кажутся, что гэты подарунок вельми необходны. Першоклассникам яшас потребуется час, каб звыкнуться с новыми умовами. Каждый сегодня старается сделать так, чтобы этот ребенок почувствовал себя уверенно и почувствовал зашиту не только от всех родных, которые у него там есть, не могут сделать для него какой-то подарок, но и от государства, и от тех людей, которые могут это сделать. Поэтому это важно, это дисциплинирует, это объединяет наш народ. И эта акция имеет такой хороший психологический задел будущего для этого человека. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». На посаджении обловы «Канкамо» проанализованы выники инвестицийной деятельности в гэтым годе. Только за першое по угодзе у экономику региона накеравано маль 20 триллионов рублев. По гэтым показчику «Гомельщина» соступает только Минской области. Разом с тым по шарагу позиций ситуацию яшче нельга назвать задвольняючей. Олег Сенчуров потекавился перспективами. Инвестиции – это задел на будущее. По сути, это то и финансовый подморок, який дозволить развивать экономику в ближайшей перспективе. Для «Гомельской области» и ее великая промысловая база – это особливо важно. А тому работа по притягнению инвестиций тут ведется постоянно. 100,1% – это по выниках бегущего года, когда лечить с початку пятигодки 127% – самый высокий показчик в Беларуси. О притягах сегодня будут выполнены и такие показчики, как притягнение замежных инвестиций. Подстава для такого стверждения – наявность инвестпроектов, которые реализуются у циелозно-паперовой, машинобудовничей и нафтовых глинах, а так само металлургии. Причем сродки мкнутся вкладывать с максимальной эффективностью. Можно построить здание, коробку – это тоже инвестиции, но эта коробка не дает никакого эффекта в экономике. Можно вложить очень современное технологичное оборудование, которое будет давать новый продукт, товар с очень высокой добавленной стоимостью. Так вот у нас этот показатель сегодня в активную часть вложения порядка 43%. Это лучший показатель в Республике Беларусь. То есть это в оборудовании. Для леки я надеюсь в плане притягнения инвестиций на свободную экономичную зону Гомель-Ратон. Зараз тут зарегистрировано 78 резидентов, три за яких отримали ответственный статус в этом году. И аж сейчас пятью компаниями ведутся перамовы, причем три за их, вероятно, так само будут зарегистрированы уже все летом. В угле у администрации СЭС сегодня готовы разглядать любые максимальности по притягнению инвестиций. Я хочу провести круглый стол на базе бизнес-центра свободной экономической зоны с приглашением ЕС, органов управления, министерств, ведомств. В связи с тем, что сейчас возникает много вопросов у наших резидентов по ведению бизнеса, начиная с 2017 года. Сферы, которые сегодня наибольшь притягальны для инвесторов, вытворчивость нафтопродуктов, машин и обсталевания, транспорт и совесть, химичная вытворчивость. Разум с тем, у Гомельским Абровоконками Перекананы, сегодня необходимо больше активно притягивать сродки и у иншей сферы, починающие от оказания информационных и туристичных послуг. Мы в этом году наконец-то запустили по полной программе «Технопарк наш». Мы зарегистрировали достаточно большую группу новых резидентов, что радует, что очень приходит много компаний с IT-технологиями. И там вот молодые люди, по сути дела, с компьютерами, делают такие объемы, которые порой делают наши достаточно средние предприятия, да, причем зарабатывают в валюту. Вот эти направления для нас очень интересны. Они достаточно развитые во многих странах, которые достигли больших успехов, да, такие, как Сингапур, там, как Тайвань и так далее, как Япония. На этом страны поднялись, по сути, страны, которые не имеют собственных ресурсов. Олег Синчаров, Валерий Гапанько, телераду компания «Гомель». До инших тем, сегодня у Гомеля протягнется республиканский семинар Державного комитета судовых экспертиз, яго уголовная тема – проблемные пытания доследования следау обудку. Миновит агэты способ, разом сазнятием отбитка у пальцев, частей за все, допомагая правоохолным органам знайсти и притягнуть до отказности злочинцу. Под рабязностью в сюжете наших корреспондентов. При глядзе места любого здарения, головная задача эксперта – знайсти следы, якие будут включены в базу доказов криминальной справы. В этом сенсе след обудку может стать крыницей наибольшей каштовной информации. В целом, трассология – это отрасль криминалистики, которая занимается исследованием следов. Следы обуви, с учетом их важности в раскрытии преступлений, конечно же, имеют свою специфику. Для нас это важно – обмен мнениями экспертов. Мы дискутируем, мы приходим к общему мнению, мы повышаем свою квалификацию, без которой невозможна дальнейшая наша работа. Сучастным криминалистам приходится сутыкаться с проблемами, яких не ведали их коллеги в минулом. Когда ассортимент советского обудка не адрознивался разностаенностью, то сегодня он широко представлен на прилавках. При этом такие важные для экспертов прикметы, як, например, протектор, стали однотыпными. Один и той же малюнок могут иметь и жанучшие боты, и войсковые берцы. Целое мастатство профессийно зафиксовать следы обудку. Для этого выкрыстовывают гипсовые злепки, разные дактопленки и иншие сродки. Головными з'являются те прикметы, які узникли в процессе ношения обудку. Уникальные надломы, потертости и расколены на падэшве. За 7 месяцев текущего года смес преступлений изъято свыше тысячи следов, и в 150 случаях установлено совпадение со следами подозреваемых. Как один из примеров, в январе этого года обнаружены следы при угоне автомобиля. Эти же следы были обнаружены в месте, где злоумышленники оставили автомобиль. И это позволило в кратчайшие сроки выйти на преступников. Руслан Пролясковский, Максим Самин, Дмитрий Радянко, Валера Игапанько. Телерадио компания «Гомель». Комитет державного контроля «Гомельской области» проведе сёння гарачу линию по пытаниях оказания послуг по вытворчасти и реализации в окнах и дверей. С 11 до 12 годин специалистам комитета можно поведомить об усих проблемах по этой теме. Кожный зворот будет разглядженный, а конструктивные пропановы будут выкорыстаны у дальнейшей деянности контрольного ведомства. Задать пытание можно по телефоне у «Гомели» 23 83 98. «Гомель» рыхтуется до проведения гала-концерта в рамках республиканской громадско-культурной акции «Мы, беларусы, мирные люди». Основная задача акции – узмацнение одинства беларуского народа, угод проведения важных политических падей в жизни державы и формирование патриотичной самосвядомости грамадян. Старт акции был даден 23 лютого в Могилеве концертом солистов Национального академичного великого театра оперы и балета Республики Беларусь. У «Гомели» областный гала-концерт запланованы на 10 вересня. Место проведения – лядовый палац. Приезжают звезды беларуской эстрады. Среди которых и Алина Ланская, Олеся, Анатолий Ермоленко, Саша Немо, Олеся Кодуш и Славоногорный, Тео, группа «Чистый голос», Дария и многие-многие-многие другие. Песни узнаваемые. Я думаю, что всем залом мы будем петь эти любимые песни, посвященные и красоте Беларуси, и беларусским людям. Гостеприимство нашей прекрасной земли. Просто о любви, о весне, о том, что жизнь прекрасна и удивительна. Дашкольный центр развития детяти променчек, який дейничая в советском районе Гомеле, означает селета 25-годовый юбилей. За минулый час променчек перетворился с тыпового детячего сада у сучасную установу с широким спектром аддукационных послуг. Напередо дни педагогичный персонал организовал для маленьких выхованцев и их батьков День здоровья, на яким побывали и наши корреспонденты. На спортивном участке променчек у родителей формируем у детей здоровый образ жизни и через дошкольное учреждение, и, конечно же, через семью. Зараз центр развития наведывает 245 детей. Шмат кого привозят сенават зыншых районов города, а каптрапец сюды, учаргу записываются з моменту нараджения детяти. Такая популярность не выпадковая. А кроме стандартного набора, тут пропанует широкий спектр додатковой аддукации. С 5-ти годов дети выучают английскую мову, есть секции хореографии, физкультурно-оздоровленчага профилю и мастацкага накерунку. Финансовую допамогу центру оказывают предприемства шефы и сами батьки. Например, малевничую шильду над головным выходом зарабил один из их, батька пятерых детей. У складшину закуплена и новая мебля для самых маленьких в ясельной группе. Дарившийся род выхованцев есть уже и семейные династии. Сама сюда ходила. Мне здесь очень нравились. Воспитатели хорошие. Поэтому я отдала своих детей сюда. Бассейн есть, все есть. Очень замечательно. Сейчас, конечно, получше намного стало с течением времени. Именно поэтому я отдала в этот садик своих детей. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Дмитрий Родянко. Телерадо «Компания Гомель». И на этом ранешний выпуск завершен. Идённый глядите сёння на телеканале «Беларусь-1» у 15.10. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова